и ну да пупки не бесят блять войны стандарт то есть блять купили не можно да но при этом утверждает что если ты предъявляешь что это все равно плохо потому что ты там живешь или в израиле до своих войны или в америке которая любит принять но ты же сука блять это русофобия а это русофобия когда-то по ей за то за что ты кусочешь россию блять других тебя это не смущает а потом но не россию опять да я всегда не просто так уточняю что речь идет в моем случае не про россию как страну она и все люди российская власть люди поддерживающие войну российская власть не равно россия но лично для меня я просто не знаю видимо все по-разному мыслит и видит это да но для меня как бы российская власть это не страна это не вся страна это разные вещи абсолютно аж как и люди тоже да есть плохие есть хорошие за что скажет на это блять он скажет сука это моя страна потому съебался блять охуеть прикинь вот блять в этом плане для меня мнение авторитет не меня больше другой вот прикинь блять у меня вот мать нахуй да я ее блять хуй сошу просто при все ты сука блять я говорю да меня еще волнует что у меня в семье творится там я твою мать типа я мать заебись блять может она там проститут трижды спидозная по фамилии лядова блять ты отделяй пропаганду из телевизора и пропаганду тех кто с этим не согласен стаса я имею ввиду как ты говоришь чем его риторика отличается от того что говорят по телевизору я просто разница особо не увидит за исключением одного момента что он якобы против войны но но в целом она такая замечательная женщина вот моя мать и ты блять свою мать хуя и ты такой это ради нее знаешь как как долбоеба блять вот эти долбоеба они потом своих детей будут пиздить и говорить это ради твоего же блага чтоб ты нормальным человеком ворота пошли вы нахуй блять меня пиздили я не вырос блять это не работает ну видно блять последствия вот эти пидорасы бомбят осуждаю вот вот именно двойный стандарт а чё жоры нет мы стример свеча нам надо осуждать мы осуждаем я за жору осудю осузяю осузяю а сейчас кстати я знаю что будет я знаю я знаю что сейчас поэтому там у него устался жопа сгорит для меня и он несколько раз повторили страшное слово для меня как для стримера твича ща подождите ща ща готовился как обычно ну да история это еще все до войны я просто не знаю видел ты или нет у меня короче в 2018 году реклама выборов юлик и херсус я тебя я это все в переписке тебе могу показать да но сейчас я расскажу историю то есть здесь просто вере мне у меня пруфы есть я это бусы лет нет то писал как на некоторый момент нет смысл с сморе да да и этот долг- тайский по начал на них наезжать фу блять реклама выборов но и жать у нас почему но потому что все начали до давайте все вместе травить да 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 конечно именно только по этой причине мут исключительно только потому что все начали это делать я тоже решил это сделать только вот по этой причине конечно son они потому что я в целом против все те пunnненьям по-другому это быть не может. Нет, нет, другого-то, скажешь так, мнения не бывает. Только если все, поэтому и я. Я не знаю, может быть, Стаса в моей голове живет. Он видит как я думаю, что я думаю, блядь. Просто домыслы. Это просто вот домыслы Стаса. Вот он так думает, он так считает. Почему? Да потому что, блядь. Вот потому что я так считаю и все, блядь. И менеджер Юлика это немножечко выбесило. И он решил немножечко Кесуса подъебать. Написал. Да, да, да. блядь, это нахуй такая хуйня. Менеджер Юлика. Да ему, ты мне объясни, Стас, как это, блядь, работает. Менеджер Юлика, который на тот момент снимал рекламы среди блогеров питерских, которые в Питере жили. Вдруг неожиданно вот так вот сидит такой, значит, и начинает мне писать. Причем он сначала написал Игорю Линку. Мы тогда, я Игорю Линку, все еще что-то были в Италии. Игорю Линку пишет этот менеджер. Менеджер Юлик. Менеджер Юлик, где этот деблан? Но там много пиздит в интернете про выборы и так далее. Вот. И якобы ему, этому менеджеру. Там люди, как-то говорят. Другие там люди сверху, блядь. Назвайте как хотите. Не только ко мне было предъявлено. Касаемо критики этих выборов. Не только же для меня доебывали. Другим блогерам тоже доебывали. Соответственно, все это обсуждал и говорил против. Там не только я был в этом замешан, блядь. Написал Игорю. Попросил, короче говоря, мой адрес. Где я живу. Игорь, естественно, хуя не дал. Вот. Впоследствии я с этим челом, с этим менеджером списался. Мы договорились встретиться. Мы в итоге встретились. И он мне рассказал, что ему передали информацию. Что если, например, я и другие блогеры тоже, которые на тот момент осуждали эти выборы и то, как они проходят, мы продолжим это делать, то будут какие-то неприятные последствия. То есть не было такого, что менеджер прикинулся каким-то там кремле-ботом, прикинулся каким-то челом из Кремля, пришел такой и начал мне угрожать типа. И прочая хуйня. Не было такой хуйни. Господи, боже мой. Я прекрасно знал, что это менеджер, блядь. Который просто занимается рекламой. Он мне передавал слова других людей. Все, нахуй. Это все, что было. И в 2020 году, да, я писал этому челу. Да, я говорил, что якобы я хочу получить политубежище. Поэтому, пожалуйста, а расскажи, что это за люди такие были. Но мне бы хотелось, чтобы Стас, перед тем, как в чем-то меня обвинять, для начала бы просто пообщался с адвокатами, да, которые живут в Америке, работают в Америке. Помогают людям получать политубежище. И любой адвокат скажет, что этот хуйня так не работает, блядь. Ты не можешь получить политубежище, исходя из того, что тебе просто скажет какой-то чел левый. Расскажет тебе там, да, вот это вот эти вот люди, короче, хотели тебя тогда, бля, прикончить. О, спасибо, дружочек менеджер, спасибо тебе. Все, я теперь с этой инфой пойду политубежище получать. Да нихуя, блядь. Это хуйня ебаная, это так не работает. Не даю политубежище на основании того, что кто-то просто, блядь, сказал. А как? Нужны, скажем так, преследования. То есть, когда тебя вызывают в полицию, когда на тебя заводят уголовное дело, административное дело, когда есть какие-то повестки, когда тебя вызывают. То есть, есть что-то на бумаге, да, официально, блядь. Когда у тебя есть преследование от органов. А не так, чтобы кто-то что-то сказал. Ну, это хуйня ебаная. Это так не работает. Рассказывать о том, почему я ему писал, есть ли смысл. Мне было просто интересно. Я, охуеть, какой любопытный человек. Мне было интересно узнать, что это за люди такие. Что это вообще за хуйня? Кто это был? Но эта информация никак бы мне не помогла получить политубежище. Тем более, спустя два года, блядь, когда это уже произошло. А могут дать политубежище, если причина, что ты из страны обезда. Нет, пока тебя никто не трогает, не имеется в власть. Не преследуют официально. Пока у тебя нет повестки из полиции, каких-то заявлений на тебя, ты не сможешь получить политубежище. Блядь, да почитайте в интернете. Это же есть вся информация, она открыта, блядь. Но если вы так мной интересуетесь, ну, пообщайтесь с адвокатами. Вам любой адвокат нахуй-то расскажет. Как-то они посмеются, блядь. Потому что любой может сказать что угодно, да? Сообщить, что там, блядь, тебя сам Путин преследовал. Ну, так каждый, блядь, первый бы прилетал в Америку и получал бы политубежище на основании того, что кто-то просто сказал. Ну, и говорить о том, что на каком основании я сейчас нахожусь в Америке. Я показывал, блядь, не так давно. На Ютюбе есть, если я не ошибаюсь. Вроде должно быть заливали. Хотя я не помню точно. Что я собирал кейс на получение визы AB1-01. Почитайте в интернете, что это за визы такие, блядь. И что это вообще такое. Нахуя мне политубежище, если я собирал кейс на визу AB1? Ну, на кой хуй мне это политубежище? Я показывал всю переписку с адвокатом, блядь, в себя, вон на электронной почте. Вообще похуй, это все игнорируется. Это игнорируется? Стасов это игнорируется, соответственно. Его подписчиками и зрителями. Он все пытается меня в чем-то обвинить, блядь. Аргументируя это каким-то политубежищем, что я переписывался с чуваком. И что, блядь, дальше? Что это меняет? Я не понимаю. Типа, что из этого? Как это относится к тому, что происходит сейчас и то, что я сейчас говорю? Учитывая, что я в Америке уже давно, скажу так, легально и по своей теме, и не по политубежищу. Я же продолжаю говорить о войне. И я же молчу. Нет, продолжаю. Даже если я с политубежищем, что это меняет? Ну, вероятнее всего, он пытается меня выставить, типа, ну, двуличным или лицемером. Это якобы, то, что я говорю, это чисто исключительно для политубежища. Вот что он, наверное, имеет в виду. Вот что он имеет в виду? Наверное, я ХЗ. Он же еще тут скажет, что Хэсус записывал видео про Хованский тоже для политубежища. Блядь, как нахуй ты это видишь? Каким образом? Как Хованский может вообще, блядь, повлиять на политубежища? Как? Он это говорит, но он не объясняет. Он даже не знает, как это работает. Причем тут Хованский вообще. Как? Стало ему, типа, что он там чуть ли не из администрации президента, встретился, говорит... Он не говорил, что он из администрации президента, блядь, этот чел. Не было такой хуйни. Блядь, такой пиздобол этот Стас. Он сразу сказал, что он менеджер, ебаный. Он занимается рекламой этих выборов на тот момент, когда он занимался эти клипы, соответственно, в блоге. Вот что он тогда сказал. Какой еще представитель, блядь, президента? Блядь, просто чувак, обычный менеджер по рекламе, который вступился за своих друзей. Но он хер... Да, да, конечно. Вступился за своих друзей. Челу вообще... Вот вы можете себе представить? Челу настрой-то было нехуй делать, что он начал писать Игорь в линку, пытаться найти меня, свой адрес. Потом пошел, встретился со мной лично, блядь. Поговорил со мной просто по приколу. И же самое забавное, я как-то записывал видео про Хованского, если помните. Там в одном моменте, в этом видосе, я показывал сообщение этого чувака, когда-то. На момент, когда я с ним переписывал. Я, как бы, по поводу пальто-бежища, я показал сообщение, где мне этот чувак ответил, типа, вот ты собираешься уезжать, а мне еще здесь жить, в этой стороне. Ну и, типа, поэтому я тебе, к сожалению, ничего рассказать не могу. И вот это сообщение я показал в видосе. Знаешь, что после этого произошло? Буквально на следующий день, этот, скажем так, представитель Путина, блядь, удалил всю переписку в Телеграмму. Всю вообще. Просто все удалил. Вопрос к Стасу. Если он такой приколистый, и все это просто прикол, почему он удалил переписку? Почему он испугался? Я, причем, и Стасу эту тоже написал. Блядь, мы когда со Стасом переписывались по поводу этой темы, да ебалу, блядь, его эта все тема не может отпустить. Я Стасу говорю. Мне все пытался там доказать. Спорили, спорили. Вот. Я вам тут вот пишу. И, кстати, спросил у того чувака, что сделал тебе переписку. Почему он в спешке удалил наш с ним диалог на этом видео в бараховатке? Если это все выдумка и розоваясь, чего тогда бояться и все удалять? Ну, логично же. Он на это ничего не ответил. Он же так что-то будет спинул. Уже спустя там месяц или два. То есть ответа не было. Потом Стас, короче, у себя на бусте стримил. И мою переписку вот так читал. То есть сидел вот так вот. Багу, ты что это показываешь? Все это он прочитал, а последнее сообщение вот это он проигнорировал. Он на это ничего не ответил. Он сделал вид, как будто, блядь, этого сообщения просто нет. Он вот тут остановился такой. Ну, Хэсус вообще еблан. Я такой типа, оп. Все, на этом закончил. Что-то на это он так и не ответил. Не там, не здесь. Ответь. Блядь, что он удалил-то все? Просто так что ли, блядь? Тоже, видимо, продолжение прикола, блядь, да? Или что? Что удалять-то? Приколы же это все, да? Что удалил-то нахуй? Чего за сал? Я не понимаю. Может он ответил, а ты удалил? Конечно, блядь. Конечно. Кого-то. Я не понимаю. Смысл, хуй. Вообще, блядь, не кладывай в голову. Кому он? Он идет в голову вот так прикалываться. Ну, хуйня ж, полный. Что-то сказал, типа, ты, блядь, будешь еще пиздеть, мы тебя там спецназом, блядь, положим. Че ты десешь, нахуй? Он вообще этого не говорил. Какой спецназ, блядь? Мы тогда с тем челом встретились в торговом центре, в ресторане. Мы нормально, адекватно поговорили. Мне никто не говорил, мы тебя положим. Слышь, ты, хайсус, блядь. Я тебя уничтожу, нахуй. Спецназ приедет, мы тебя поломаем. Не, мы нормально тогда адекватно, в принципе, поговорили. Он мне сказал, что, ну, сейчас, типа, всем блогерам, которые осуждают выборы, вот, нам дали знать, что если это не прекратится, там, возможно, что-то будет, там, возможно, по налогам начнут вас ебать проверять. Но говорить, что, типа, там спецназ и прочее, не было такого. Не было и речи даже об этом. Блядь. Сука, я... Он сидит, выдумывает, прям в прямом эфире, нахуй. Все, я знаю, и так, да. Я тут, долбою... Да, все ты знаешь, блядь, Жора, нахуй. Че ты, дахуй, знаешь? Поверил. То есть я к тому, что им, сука, вообще ничего. Да, я, 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 долбоюб, поверил. Как я мог поверить, живя в России, где, в принципе, подобное вполне реально. Ну, не спецназ там и прочее, да, а то, что я вам сказал, как это было с моей стороны. Вот. Да, блядь, сложно было в это поверить, ребят. Живем в России, как так вообще? Какие-то угрозы, блядь, ой. Никогда такого не было. И вот опять. Странно, что я вообще в это поверил, блядь. Не надо, им просто вот в эту хуйню любой человек приходит, представляется. Но он нам этого не рассказывает. Он вам не... Пиздёж, рассказывал. Не помню точно, рассказывал я это Жоре или нет, но я много кому рассказывал. Блядь, я это на стриме рассказывал несколько раз. На стриме! Ток не рассказал. Он потом этому чуваку... Стас говорит, ты не только это не рассказал, да. Писал ещё. И знаешь, что говорил? Бля, мог бы ты предоставить, ну, угрозы мне там, чтобы я по политическому убежище по преследованию от российского государства. Да, 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 было. Было, было. И это было до... Я тебе сейчас скину. Это сильно, блядь. Да, я тебе сейчас просто скину. Это садит под пёздовый, блядь. Не знаю вообще всей ситуации, почему это было, как это было и так далее. Поёк, и он ещё постоянно ему написывал, потому что, типа, ну, блядь, вот вели. Это пиздец какой-то. Да, но я тебе просто к тому, что у него изначально уже была такая хуйня, и он, ну, он не собирался. То есть, он собирался как-то вызвать на себя репрессии. И... Я собирался вызвать на себя репрессии, блядь. Я чё, нахуй, камикадзе какой-то? Типа, чё, блядь? Какие, нахуй, репрессии я пытался на себя вызвать? Каким образом? Как? Что вообще за хуйня? Слушай, живя в России, я пытался вызвать на себя репрессии. Рискуя буквально своей свободой. Ради чего? Ради политубежища в Америке, блядь. Как будто бы у меня нет, нахуй, способов по-другому здесь остаться. Вот надо исключительно по политубежищу, нахуй, рискуя своей свободой, блядь, жизнью. Заниматься этой фернёй. Это вообще пиздец. С Хованского он вступался по этой же теме. Как? Тема с Хованским могла бы мне помочь? Ну чё за бред, блядь? Какой Хованский? Каким местом он здесь вообще? Как? Или он думает, что записывая видео про Хованского, на меня могли завести уголовное дело? За что, блядь? За что вообще? Блядь, почему? Учитывая, что Хованского вообще освободили. Считаешь ли ты лицемерием, когда человек сначала выступает против России и прекращает все свои связи? С ней он при этом продолжает сотрудничать за Nation Alert. Нет, не считаю, потому что я не выступаю против России и не прекращал все свои связи с Россией. Не знаю, может ты, блядь, опять очередной опоздавший, который меня не слышит, нахуй. Но я уже заебался тысячу раз повторять одно и то же. По поводу России и российской власти. По поводу россиян, которые поддерживают войну, не поддерживают, блядь. Я ни разу за все 9 месяцев не говорил, что все, ребята, официально отказываюсь от любой рекламы, скажем так, от российских рекламодателей. Не было такого, ебаный рот, блядь. Чтобы его по политическому убежищу, типа, отправили. Поэтому, Хесус, блядь, это изначально. Я вот говорю просто о том, что моя мысль, она заключается в том, что их все... Это не мысль, а лишь только твои догадки, блядь. Ничем не подкрепленные. Ну, кроме ебаной переписки из 2020 года. Все. Все, больше нихуя нет. Нихуя. Человеку, блядь, говорит, что я здесь не по политубежищу. Похуй, он вообще этого не слышит. Он так... Не важно, блядь. Типа, придумал и все, верит. Такой чувак, который там на Майдане, да, нападал на Берку. Или, блядь, Хесуса в ЭГН, который, ну, не пойдет никогда на баррикады или куда бы там ни было. Как и ты, Стас, не пошел воевать, не пошел на фронт. Оправдывай это чем? Блядь, у меня со здоровьем проблемы. Да и вообще автомат в руке ни разу не держал. Ну, шо я там, блядь? Шо я там буду делать? Блядь, у меня есть какая-то польза? Нет, конечно, блядь, никакой пользы нет. Как будто бы, скажем так, многие, кого туда мобилизировали, в итоге отправили. Имеют опыт в этом. Держали когда-то оружие. Да нет, такие же, блядь, обычные пацаны, которые никогда, нахуй, из автомата не стреляли. У которых свои проблемы со здоровьем тоже есть. Но, тем не менее, кого-то мобилизовали и отправили туда. Тот же Жора, который, да, тоже, блядь, слился от хуйни. Ну, у меня проблемы со здоровьем. У меня проблемы, блядь. Я поэтому и не пошел. При этом сидит и такой, я поддерживаю армию РЭФ. Собираю деньги, блядь. Там наши пацаны гибнут. Сидел, свою аудиторию успокаивал. Когда вот первые дни были мобилизации. Да, че он сидел?